Приветствую всех, кто еще не присоединился, либо будет присоединяться. Меня зовут Юля, я веду этот аккаунт в инстаграме и веду также канал на ютубе Юля Блакер. Не удивляйтесь, почему я сейчас так выгляжу. Это у меня, можно так сказать, отмена от препарата Ранвек, Ринвок, это ЯК ингибитор, на котором я проходила синдром отмены гормона, как и на других иммуносупрессантах, как циклоспорин, тупиксент и третий иммуносупрессант был Ранвек по-русски, либо по-английски Ринвок. Хочу еще раз напомнить, что такое синдром отмены гормона, либо синдром отмены топических портикостероидов, потому что это определение есть уже в русскоязычной литературе. И больше и больше врачей, даже газет, пишут об этом синдроме. И появляется эта информация. Еще раз хочу напомнить, это не атопический дерматит, это не экзема, это не тяжелый атопический дерматит, это именно реакция, побочный эффект от употребления кортикостероидов. При лечении атопического дерматита, сиборейного дерматита, псориаза, кто-то употребляет кортикостероиды для лечения акне, и у них происходит немного другой синдром отмены, именно папулопустулезный, это так называемый либо переоральный дерматит, либо астероидная розация. А у тех, кто использует гормоны, и очень много человек использует гормоны, именно по назначению врачей, а не просто так, для лечения атопического дерматита происходит именно вот такой вот синдром, ребаунд эффект. И даже это не ребаунд эффект, ребаунд эффект бы прошел через 2 недели, месяц, вы бы возвратились в нормальное своё состояние до. А тут мы уходим всё больше и больше и больше вниз, ухудшение, 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 до вот такого поражения всего тела, которого не было до того, как мы начали употреблять кортикостероиды. И сегодняшний эфир будет с нашей участницей закрытого чата синдрома отмены гормона, те, кто проходит синдром. Александра у нас проходила лечение в клинике в Таиланде, так называемая капотерапия. Александра сегодня нам всё расскажет о ней, потому что два человека проходили лечение из группы в Таиланде. И если это будет кому-то интересно, потому что не многие об этом знают, Александра нам всё расскажет. Сейчас я её присоединю. Привет, Саша. Саша, наша участница нашего чата «Синдром отмены гормона». Спасибо, что согласилась провести с нами эфир, рассказать свою историю. И первый мой вопрос. Какая у тебя вообще болезнь? Что тебя привело к тому, что ты начала пользоваться кортикостероидами? На самом деле у меня история достаточно классическая. У меня с детства был атопический дерматит. И где-то лет до 10 меня лечили стандартными методами, то есть там какие-то мази были негормональные, а примочки мама делала, ванны с чередой. И где-то в 10 лет меня отвели к дерматологу, и тогда мне посоветовали, выписали чудо-мазь нового поколения, безопасную, которая практически моментально действует. И это был адвантан. Адвантан – мазь, получается, не крем. То есть уже второй класс стероида по силе. И вот с 10 лет, получается, до 32 я периодически им подмазывалась. То есть у меня не было очень сильных обострений. У меня могли там где-то выскочить пятна. Я не думала о том, что их провоцирует. Просто мазала адвантаном, и у меня там буквально через день, через два уже все заканчивалось. То есть я помню, что у меня всегда с собой, где-то там в какой-то косметичке валялся вот этот тюбик адвантана. Я уже переехала жить из России, за границу. И там, где я сейчас живу, у нас эта мазь по рецепту. Я из России всегда привозила вот эти тюбики адвантана просто на всяких случаях, чтобы они были. И искренне не понимала, как так. В России все без рецепта. Такая классная мазь. А здесь нам нужно сначала на доктора потратиться, а потом еще купить в аптеке. И, собственно говоря, экзема меня не сильно беспокоила до прошлого года. В прошлом году у меня случился, наверное, это был ковид. Упала иммунная система, и началось обострение экземы. То есть у меня там было шелушение вокруг губ, глаза. Это мои классические места. Думаю, не только мои классические места. И времени особо не было думать, почему так происходит. Я просто начала мазаться. Мазала адвантаном. Наверное, пару недель помазала. В таком плане, чтобы один раз я помажу, три дня не мажу, потом опять помажу. И начала замазывать эти воспаления. И в какой-то момент я поняла, что что-то не так. Почему-то воспаление продолжается, никуда не уходит. Думаю, окей, ну, наверное, это что-то сезонное. Нужно еще чуть-чуть подождать. И пока я ждала, я мазала. И получается, вот где-то с марта 2023 года по конец мая я мазала адвантаном. Где-то всего два месяца. Потом я должна была полететь в отпуск в Индонезию, на Бали. И так как я там уже была до этого, у меня тогда никаких обострений не было. Я подумала, вот, типа, вот это мой шанс. Я сейчас полечу на Бали, там будет абсолютно другой климат, другая природа. И если меня что-то триггерит дома, то там, конечно, все пройдет. Но адвантан я с собой все равно взяла. Прилетела в Индонезию, и, к сожалению, мои ожидания не оправдались. Все то же самое продолжилось. Плюс еще я заметила, что у меня появляется какой-то странный зуб по телу. То есть даже в тех раньше местах, где меня ничего не беспокоило. Я стояла в душе, мне нужно было улить на себя горячую воду, чтобы она прям такая, как кипяток была. И вот это вот наслаждение от этой горячей воды, я просто не могла даже себе отказать в нем. Я просто понимаю, что, ой, что-то не так. И не помню, как я к этому пришла, но, в общем, вечером на отдыхе, на бале, я начала думать, а почему, собственно, так? У меня раньше такого не было, мне никогда не нужно было так долго мазаться этой мазью. И я начала копаться в интернете, и через сайт National Exam я наткнулась на сайт It's Sun, прочитала там все симптомы, и что-то я поняла, что у меня, наверное, вот оно самое в зависимости от кортикостероидов. И тогда я уже начала думать. Я, кстати, пропустила, что вот за эти два месяца своего обосновения у меня было две консультации с дерматологами. Одна была консультация очная, и там, где мне дерматолог сказал, что нельзя мазать гормон на лицо, а нужно мазать, типа, вот Элиделом, протопиком. Я купила Элидел, но никакой разницы я не заметила, и тогда я решила обратиться к другому человеку, к другому дерматологу, который мне сказал, что можно мазать, пока не пройдет. И я, ну, сейчас писала и продолжила мазать. То есть, получается... А это дерматолог был русскоговорящий или это иностранный дерматолог? Это же был русскоговорящий дерматолог, который у меня была заочная консультация, то есть я отправилась в фотографии, отправила уходовую косметику, кратко свою историю, и дерматолог мне, в принципе, написала, что, ну, пока есть обострение, вот можно... То есть можно мазать на лицо? Да. Она тоже сказала. Да, да, можно мазать. Потому что сейчас я понимаю, насколько это было, наверное, непрофессионально вообще мазать, назначить тогда еще Локей Бэтмен ребенку маленькому сразу первый гормон, второй по силе. И то, что мне всю жизнь там другие врачи, мне когда нужен был рецепт на него, они мне тоже его выписывали вообще без каких-либо проблем, и там, что можно им мазать. Да, кстати, хотела сказать, адвантан, получается, все его дерматологи рекламируют, так как он, можно им мазать до четырех недель, как я помню, и многие дерматологи об этом говорят, что они не вызывают атрофию, что этот адвантан не вызывает никакой зависимости, что это все неправда. Перед вами Саша, который адвантан вызвал зависимость и вызвал атрофию кожи. Продолжай, Александра. Более того, тоже пока я им мазала, я даже о препарате читала на каких-то русскоязычных сайтах, о том, что этот препарат, он настолько адвант, то есть настолько хорошо работает, что он не воздействует на кожу, если там нет воспаления. Вот, то есть он ничего не подавляет. Но это я читала на каких-то толсторонних просто сайтах, может быть, они были пьемдонаучные, то есть это не было какое-то клиническое исследование. Просто я такая читаю, ой, супермайс, ну точно не может быть из-за нее. Я читала исследование, там также написано было, что эту мазь можно мазать так же и до 4 недель и не вызывает атрофии. Да, я тоже встречала эту информацию. Поэтому и дерматологи советуют эту мазь детям, и советуют эту мазь, им можно и на лицо мазать. Правда, другие дерматологи вообще против того, чтобы вообще какой-то гормон наносился на лицо. Например, мы смотрели за Славского, он говорил, нет, не мажьте, только если это какая-то прям встреча, свадьба, и вам просто надо на один день уменьшить воспаление на лице, тогда только можно мазать кортикостероидом на лицо. Вот, например, на лицо я вообще не рекомендую применять кортикостероид. Почему мы боимся гормонов? Потому что возникает атрофия кожи, а на лице она самая долгая кожа, особенно в области век. Среди дерматологов есть два лагеря, которые говорят, что можно мазать на лицо, другие категорически против этого. Ну вот, собственно, я встретилась с одним дерматологом, который мне сказал, что нельзя, но я успокоила свою совесть в другой консультации, которая мне сказала, мажьте, пока у вас не пройдет. Но опять-таки никто не задался вопросом, а почему вообще первая причина этой экземы? Ну, я тоже особо тогда не разбиралась, просто думала, что время пройдет, и все уйдет. Но, к сожалению, все становилось только хуже, и становилось хуже не только лицо, первоначальные мои проблемы, но и становились хуже другие места по телу. То есть я помню, что у меня были ночи, когда я просто крутилась, вертелась, я очесалась вся. Условно говоря, у меня не было каких-то изменений в плане образа жизни, я не меняла никакую косметику. То есть все было ровно, все было то же самое, но что-то пошло в какой-то момент не так. И, собственно говоря, вот в тот момент, когда я поняла, что у меня вот этот синдром отменен, и мне, скорее всего, придется его пройти, я решила осознанно отказаться от этой мази. То есть я понимала, что будет трудно, будет тяжело, будет там сильная реакция. Но я себя успокаивала тем, что я-то гормон всего три месяца мазала. То есть там были люди, которые 10-12 лет мазали, всю жизнь мазали. Но у них там будет сложно. Вот у меня за месяц у меня все уже пройдет быстренько. А было у тебя такое, что, может быть, у тебя и не будет синдрома отмены, или не так будет проходить сильно? Вообще было такое, что ты сомневалась, что вообще такое есть? Многие мне пишут, например, в сообщении, либо врачи говорят, что синдром отмены гормона не существует, что это вымышленное что-то, какое-то заболевание. У тебя было такое перед тем, как ты бросила кортикостерон, что, может быть, это неправда? Нет, его не было. Потому что я уже в тот момент видела, что я не помазала один день вонтаном, у меня сразу такие красные выпуклые пятна на лице выскочили. То есть прочитав всю информацию и соотнеся это с тем, что у меня на коже происходит, я сразу поняла, что я не смогу отделаться легко. То есть у меня на 100% будет какая-то сильная реакция, но я себя успокаивала тем, что так как у меня всего срок постоянного использования 3 месяца, у меня всё это быстро пройдёт. Вот это была моя такая спасительность. То есть я знала, что мне придётся пройти через отмену, но я не думала, насколько долгая и насколько сильная она будет, какие будут ужасные последствия. Да, то есть на тот момент я ещё этого, конечно, не осознавала, но у меня была смелость и такая небольшая злоба на себя, на врачей, потому что у меня никто не предупредил, потому что такое может быть. А, собственно говоря, вот в конце июня 2020 года, мне кажется, это было там 25 число, я бросила мазь, и ухудшения, они были просто, наверное, по часам я могла их наблюдать. То есть ты захотела снизить, например, некоторые говорят, что можно через день, ты обрубила всё сразу же. Да, я думаю, это в моём характере, что я прямо сразу решаю, вот это решение было принято, и я даже не рассматривала тот вариант, что можно снизить дозировку. Я искала, ну что-то там было много, конечно, информации, читала историю людей, и как-то в тот момент я соотнесла, что нужно сразу всё бросать. Как это, как полтверки. Скажи, какие у тебя были симптомы синдрома уже после того, как ты бросила? Опиши, что ты чувствовала? Как нарастали эти симптомы, чтобы люди знали, что ожидать? Обычно у всех примерно одинаково происходит после того, как они бросают гормон мазать. Да, я поняла. Ну буквально вот на второй день, когда я уже не мазала мазью, у меня лицо всё опухло, оно было красное, оно было горячее, оно было жутко сухое, у меня всё воспалилось по кругу, плюс ещё шея воспалилась. Такое продолжалось, наверное, три дня. Потом у меня начали воспаляться руки, хотя руки я вообще не мазала гормоном. И спина, причём очень странно, спина у меня воспалялась именно в том месте, где у меня был загар от купальника. То есть вот эта загорелая кожа, она воспалялась, она начинала опухать, я не знаю. Ну такая, в общем, она была выпуклая, как будто бы красная и горячая. То есть вот это были мои симптомы. Как будто ожог. Да, да, то есть ты прямо чувствуешь, какой жар от этой кожи идёт. И это были мои симптомы примерно неделю после отмены гормонов. То есть у меня тогда был ещё вопрос вообще, что мне делать, потому что я находилась на Бали. На Бали вообще не было никаких там средств, очень мало возможности там купить, даже какую-то уходовую косметику. То есть я должна была там находиться ещё где-то месяц, и мной моим партнёрам было принято решение, что мы поменяем билет, и мы полетим обратно домой, и уже дома как бы будем проводить этот синдром отмены. И вот спустя где-то 5 дней после отмены гормона, когда у меня лицо всё было такое круглое, как у Монгола, уши красные, уже начала кожа там шелушиться, слезать, мне пришлось перенести там 20-часовой перелёт обратно домой. Я прилетела домой, и вот эта вот краснота, она держалась, может быть, ещё дня два после прилёта, и постепенно начала отпускать. То есть сначала отпускала лицо, потом шея, потом руки, и, ну, можно сказать, вот этот стейдж, это время у меня было с момента отмены до прохождения воспаления где-то около двух недель на всё тело. Ну, тогда ты укучалась, укучалась, укучалась до самого низшего момента, или ещё было хуже потом? Я думала, что это уже плохо, но что дальше пойдёт вверх, но на самом деле дальше стало нам становиться только хуже, потому что дальше у меня стала очень сухая кожа, у меня начала течь сокровица, то есть сначала у меня там был один очаг на лбу, потом здесь, около ушей. У меня сейчас. Примерно. У меня было хуже. Да, у тебя ещё, в принципе, лицо, вот здесь у тебя вижу, не такое сухое, у меня просто всё было. У меня всё было как сэнтпейпл, и очень такие толстые плоки большие, и всё, конечно, всё это чесалось, эта сокровица текла, и я вообще не знала, что это такое на тот момент, то есть я думала, ой, не знаю, там, не смывать это, там, не смывать, потом на шее начались очаги вот здесь, вот там сзади где-то, тут тоже начало воспаляться, потом у меня на руке было такое проблематичное пятно, оно было не открыто, оно просто чесалось, ещё на тот момент, когда я мазала гормоны, после того, как я перестала мазать гормоны, оно просто открылось, и из него тоже текла сукровица. Вот это случилось где-то две недели после отмены гормонов, и мне было, на самом деле, достаточно сложно со всем этим справиться, потому что моя кожа, она не переносила никакие эмаленты, у меня был просто нереальный зуд после того, как я наносила эмалент, то есть мне нужно было там нанести эмаленты, потом ещё там бегать по квартире минут десять, открывать все окна, чтобы хотя бы хоть как-то вот этот зуд угомонился. Конечно, пришла бессонница, бессонница была жёсткая, я могла там спать, может быть, часа там два-три, за ночь я там просыпалась от того, что я раздирала себе шею, у меня вокруг была куча вот этих бумажек, которыми я промакивала эту сукровость, потому что просто было там противно, я не могла оставить это в покое, и вот этот период продлился у меня, впрочем, когда сцена салучи, когда-то позже, но, мне кажется, до января у меня было, вот с июля до января. Были вот эти открытые раны на теле, которые у меня не заживали в течение шести месяцев. Помню твои фотографии с шеей совсем, когда ты вот это вот скидывала, я не помню именно промежуток времени, когда ты начала писать, и я тоже это наблюдала, всё, что с тобой происходило. Как ты нашла наш чат, как ты нашла вообще информацию об этом в русскоязычном сегменте? Ну, вообще, изначально, хочу сказать, когда я начала все это искать, смотреть, я смотрела англоязычный интернет, потому что для меня это как бы первый источник информации. А мой партнёр начал искать информацию на русском, и мы наткнулись на мой YouTube-канал. Вот, и мы там посмотрели пару видео, и я посмотрела пару видео, и потом как-то отошла от этого, больше там читала Facebook, и сам вот эту группу поддержки, а потом я ещё раз пересмотрела твое видео, и там уже была ссылка на Telegram-канал, и я туда перешла, и вот, ну, как бы нашла для себя группу поддержки. То есть это было где-то в июле, мне кажется, второй половиной в июле. То есть сколько? Ты уже сколько переживала синдром отмены к этому времени? Сколько? Около месяца, либо меньше месяца. Угу. Да. Как я помню, ты, по-моему, пошла на препарат Dupixent, да? Да. Да, потому что вот в июле, в общем, история такая, в июле у меня вот начало вот это все сокровица течь, и мне было там очень плохо, и я решила попробовать No Moisture Therapy, NMT, а мне стало лучше в плане общего физического, там уменьшился зуд, но, я так понимаю, в этот момент произошло присоединение вторичной инфекции, вот, и вот в августе месяце мы с моим партнёром уже начали делать такое исследование, я читала о том, что есть вот это CAP therapy, Cold Plasma Atmospheric Treatment, и мы начали делать такой небольшой research на тот случай, если вдруг у меня этот синдром продлится долго. Вот, мы списались с людьми, которые там проходили лечение, там подписались на кого-то в Инстаграме, смотрели, и один парень нам дал контакт, он нам дал контакт врача Джей, который был владелец клиники, я написала Джей письмо о себе, он мне ответил, сказал, что да, действительно, синдром от МИНа, там я тебя могу принять в ноябре, и, пожалуйста, обрати внимание на свою рано, и, скорее всего, там есть инфекция, и вот эта там есть инфекция заставила меня пойти ко врачу здесь у меня дома, который в мужестве был от того, как я выгляжу, от того, что у меня там бактериальная инфекция, у меня была вирусная инфекция, у меня была грибковая инфекция. В общем, этот врач, она мне выписала необходимые препараты для них, и также сказала, что вот там, если ты не мажешь гормоны, если не мажешь там протопики, то вот там у тебя есть вариант иммуносупрессора. На тот момент у нас было доступно циклоспорин, депиксент и ринвок, и так как я была не пациентом по страховке, я платила наличными, я немножко подумала, и вот в начале сентября я решила, что я хочу попробовать депиксент. Да. Я попробовала депиксент, она мне выписала, и вот после четырёх уколов мне стало намного хуже. И тогда уже, когда мне стало хуже, это было где-то в конце сентября, мы уже приняли решение, что мы точно полетим в Таиланд, купили билеты и вот ждали, когда мы полетим. То есть депиксент при синдроме отмены гормона тебе не помог? Не то, что мне не помог, он вообще сделал на самом деле хуже. Да, потому что первый укол, загрузочная доза, единственное, что она остановила сокровицу, но я моментально покраснела, я очень сильно покраснела, то есть это была такая сильная реакция, и когда я пришла к своему дерматологу, она честно сказала, что она никогда такой реакции не видела, но типа депиксент отменять нельзя, ты такая лаки, что тебе его достали, потому что мне ещё какую-то часть проспонсировал местный говмент, ну там какую-то небольшую часть, она сказала, что так вообще редко бывает, нужно продолжать с депиксентом, он будет действовать через 4 месяца, бла-бла-бла, а сейчас нужно просто потерпеть, подождать, и выписывала мне протилогрибковую мазь, но я у неё спросила, потому что говорю, ну обычно у людей вот эти грибковые воспаления, они начинаются после нескольких месяцев употребления, а не после первой загрузочной дозы. Она сказала, ну давайте попробуем, но она честно признала, что она никогда такой реакции не видела, и, собственно говоря, вот я попробовала, но после каждого укола у меня становилось, правда, хуже, у меня всё ещё, у меня просто кожа меня слезала вообще, там бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я помню эти фотографии на дупиксенте, да, ты ещё спрашивала, а такое вообще возможно? Мы тоже удивлялись, потому что у меня на дупиксенте тоже с течением времени началось красное лицо, дерматит головы и шеи, как говорится, head and neck dermatitis от малосезии, потому что малосезия начинает вырабатываться на дупиксенте, и почему-то, когда я это знала, узнала тоже от наших собратьев по синдрому отмены гормонов, потом начала смотреть исследования. Оказывается, исследования давно есть, что вызывает дупиксент, вот это вот покраснение лица, но даже мой врач, я нахожусь в Словении, тоже об этом не знала, мне пришлось распечатывать листы, переносить ей, посмотрите, мне нужна линтигрибковая мазь, либо лекарство, и то она. Первый раз тоже слышала о таком, все они почему-то первый раз слышатся, потому что мы, как сказать, паскусные зайчики, как у нас говорят в ролике, то есть на которых смотрят, как действуют лекарства. И, к сожалению, приходится самим это всё проходить и смотреть. Проходить на сердце. Да. И тогда просто записывают это в карточку, вот такой вот у неё был симптом, вот такой побочный эффект. Саша, расскажи, пожалуйста, про саму капотерапию, как ты приехала в Таиланд, как Джей отнёсся к тебе, что он рассказал, как проходить. Я знаю, что есть специальные, как сказать, мини-обучения, где он рассказывает, какие могут быть триггеры, как нужно проходить эту капотерапию, чтобы она лучше всего подействовала. И вообще, что такое капотерапия в твоём понимании? Я, на самом деле, тоже смотрела статьи в интернете по поводу этой капот-машин. Это called atmospheric plasma. Она была разработана в Таиланде для того, чтобы воздействовать на хронические раны больных диабетом. И, собственно говоря, Джей, основатель этой клиники, он не врач, потому что он не доучился до конца на дерматолога. Но в какой-то момент своей жизни он встретился вот с этим человеком, который изобрал эту машину. И на тот момент у него уже, по-моему, его двоюродная сестра или, в общем, кто-то из его родственников, он пострадал вот этим синдромом отмена, и он интересовался этой темой. И путём каких-то манипуляций они специально сделали вот эту машину, она называется Fusion Plasma, заточенную конкретно для того, чтобы делать процедуры на коже вот этого синдрома отмена, то есть кожа, которая атрофирована долгим использованием кортикостероидов. И Джей работал сначала в Таиланде, потом в Сингапуре, потом он вернулся обратно в Таиланд, он открыл свою клинику. Эту клинику, если вы будете искать, не найдёте информацию в интернете, у неё нет сайта, потому что правительство Таиланда, по-моему, оно не разрешает им вот это всё рекламировать. То есть это достаточно такое... Ну, я бы не сказала, что закрытые комьюнити, но вот просто так, там гугли, не нагуглить информацию, то есть это нужно выходить либо на людей, которые проходили эту терапию, либо какие-то там посты в интернете, читать именно там на Фейсбуке, на Реддите. И, собственно говоря, когда я делала свои исследования в августе, вот я ему отправила письмо со своей историей, он сказал, что да, Синдроматмин может меня принять в ноябре. И где-то в конце сентября я поняла, что мне они становятся лучше, мне становятся только хуже. И вот тут есть такой шанс, потому что там всё-таки waiting list, и вот если у меня есть шанс попасть туда в ноябре, то нужно этим воспользоваться. Я купила билеты, я купила билеты, и в середине ноября я с моим партнером мы полетели в Таиланд. Точно я не знала, сколько я там буду находиться, но я знала, что минимум три месяца. Были такие, на самом деле, ожидания, что мне станет легче, быстро почему-то. Мне, наверное, хотелось на это надеяться. Потому что... С таким мы полетели, да, с вооруживлением, что это сейчас поможет. Да, потому что... Настроилась. Потому что где-то за неделю до того, как я влетала, у меня случилось одно из самых худших ухудшений, которые у меня вообще были. У меня просто, не знаю, как будто бы на лице была такая пластиковая маска, я даже не могла закрыть глаза, они были настолько все сухие, у меня там рот тоже везде трескался, всё просто было вообще вообще. Я была вся красная, вся сухая, у меня такого, наверное, никогда не было. И я полетела уже в Таиланд для того, чтобы там кто-то точно был, кому бы я могла довериться, кто бы провёл меня по этому пути, там была бы у меня ментальная поддержка в плане других пациентов. И я вот с таким воодушевлением в середине ноября полетела в Таиланд. Когда прошёл сложно, ко мне подбегала стеардесса, спрашивала, а я окей, может быть, вам нужен брач? Ну, в общем, да, ко мне было повышенное внимание, и меня это ещё больше как бы смущало, потому что я знала, что я выбежу не очень, чувствую себя ещё хуже, тут ещё вокруг меня так все носятся. Но, тем не менее, мы прилетели в Таиланд, там, сняли квартиру, Airbnb, и один день у нас было отдохнуть, и потом на следующий день мы уже поехали в клинику, где нас встретил Джей, собственно говоря, я наконец-то с ним познакомилась, и у нас была где-то, наверное, трёхчасовая консультация по поводу того, что такое синдром отмены, как я его заработала, на какое время выздоровление у меня ожидает, там, что нужно делать, как нужно жить, потому что, как Джей говорит, что это больше про образ жизни, то есть ты уже должен адаптировать такой образ жизни, в котором наименьшие риски присутствуют для твоей кожи, так как кожный барьер, он уменьшен, и то, на что ты раньше не реагировал, сейчас может вызвать сильное ухудшение. Ну, в принципе, я думаю, это мы все плюс-минус знаем, но иногда некоторые вещи, которые могут там вызвать ухудшение, на самом деле, они достаточно неочевидны. Расскажи про вот эти вещи, потому что многие, кстати, не знают, многие продолжают жить, как будто ни в чём не бывало, хотя эти же вещи, триггеры во всех блогах, сайтах по атопическому термотиту перечисляются. В общем, ты можешь ещё раз перечислить, что говорят, на что обращать внимание, какие триггеры могут ухудшать прохождение синдрома отмены, то есть что может вызвать вспышку, вот как раз очередной, когда ты думаешь, что это просто так, из ниоткуда она появилась, но это может быть скрытый триггер, который вы ещё не увидели. Ну, вообще, Джей говорит, что весь синдром отмены это и есть ирритант, то есть это то, что наша кожа раздражает. То есть если бы мы, можно сказать, там жили в каком-то пузыре, да, и мы отменили гормоны, то у нас бы не было того, что мы сейчас переживаем. И к основным триггерам он относит пыль, пыльцу, всю бытовую химию, лондри-дитерджин, порошок стиральный, потом, ну, что там ещё может быть, плесень, новую мебель, там, картридж от принтера, даже он может... Да, запах, все запахи, парфюм, коробки, типа коробки вот эти, которые, картонные, которые мы используем, они тоже могут хранить. На самом деле, очень-очень много всего, выхлопные газы, загрязнение воздуха, какие-то пластиковые вещи, мебель, что там ещё может быть, даже там может быть какие-то обои, то есть то, что всё вот это вот может хранить, издавать какие-то химические вещества от себя и тем самым воздействовать негативно на нашу кожу. Да, потому что наша кожа открытая, если бы для обычного человека они как бы минимум раздражали кожу либо вообще никак не раздражали, то наша кожа просто открыта всему и все ирританты могут попадать и раздражать и вызывать воспаление. То есть это не говорит о том, что обычному человеку нужно всего этого избегать. Это людям синдрома отмены гормона эти вещества могут дополнительно раздражать и вызывать очередную вспышку синдрома, опять покраснение, сукровица и шелушение, покраснение, сукровица, шелушение. Как я помню, у тебя были какие-то триггеры, ты рассказывала, что именно на тебя какие-то триггеры действовали. Что ты сама не делала? В чате пишут животные, да, животные тоже. Большие аллергены могут вызывать. Да, на меня воздействовало, я сейчас понимаю, это пыль, это плесень, загрязнение. Вот в той квартире, в первой, в которой я снимала в Бангкоке, я заметила, что если я в гостиной посижу на диване, у меня ноги начинают краснеть, то есть это мебель. Плюс, кстати, еще там есть такие неочередные вещи, как, например, я не знаю, там вот в России, но в терапических странах часто разбраскивают пестициды, или как это, пест-контрол, как-то муравьёв, и т.д. Это тоже, даже если они там где-то, может быть, по периметру распшикали, а либо на лестничной клетке, это все равно может попасть в квартиру, и все люди, которые в Бангкоке снимают жилье, ну, на терапии, они спрашивают у своих владельцев, а когда там у вас будет вот этот пест-контрол, и в тот день, когда он происходит, они затыкают все щели в квартире, чтобы ничего в лестничной клетке не попало, и просто там два-три дня сидят дома, потому что это, ну, что-то, что-то не можешь избежать, но можешь минимизировать негативное влияние на свой организм, вот, а на ней триггера достаточно стандартные были. Вопросы у нас тут есть, но мы ответим на них после того, как ты расскажешь до конца, как ты прошла вот эту вот капотерапию, и мы на все эти вопросы потом пробежимся и ответим. Скажи, пожалуйста, Саша, сколько терапий ты сделала, на какой терапии ты уже увидела какие-то улучшения на коже, после какой терапии? И сколько раз ты проходила? В Таиланде я была 5 месяцев, и за это время я сделала 14 сеансов, получается, с ноября по февраль я не пропускала ни одной недели, а потом у меня уже становилось намного лучше, и я понимала, что вместо того, чтобы сидеть в этом душном, грязном Бангкоке, мне лучше провести несколько недель на море, и я пропускала свою терапию. Но так как море-солнце, оно мне как бы заменяло вот эту терапию, на какой процедуре мне стало легче? Я могу сказать, что я видела изменения после каждой процедуры, но так как мое состояние было достаточно удручающее, у меня была инфекция с головы до ног, все было достаточно грустно в плане инфекции, значительные улучшения я заметила после Нового года. Тебе выписывали какие-то препараты для подавления инфекции? Да, как только я пришла, мне сразу сказали, что у тебя бактериальная инфекция, у тебя грибковая инфекция, и сначала нужно победить бактериальная инфекция, но я могу сказать, что у них немного другая философия, она не так работает, как у нас, то есть для него кожа, кожный иммунитет, он должен сам победить инфекцию, а антибиотики могут быть как бы как вспомогательные, то есть не как у нас, например, движущая сила это антибиотики, а потом уже там кожа сама начнет присоединяться, и смысл в том, что пока кожа слабая, ты, может быть, и пропьешь этих кулач сильных антибиотиков, они убьют инфекцию на данный момент, но впоследствии она все равно присоединится, потому что кожный барьер все еще очень слабый, и поэтому он мне вначале выписывал доксициклин, это слабый антибиотик, но моё менталити, моё представление, о том, как нужно бороться с инфекцией, я все-таки настояла на сильном антибиотике, чтобы, ну, не моментально, но быстрее пришел результат, вот, и потом он мне выписывал уже другой антибиотик, который не исправил эту проблему, но намного как бы меня приблизил к моменту, когда все-таки инфекция от меня уйдет, и после того, как я проголосила антибиотик, он меня вернул опять на слабый антибиотик, но мы еще добавили мазь, вот, и я думаю, мазь, она сыграла решающую роль в моей борьбе с инфекцией, но вообще у людей, у тех, которые верят тому, как Джей, как бы, лечат, он лечит только солевым раствором, антибиотиками, таблетками, доксициклин, в основном он всем прописывает, и каптерапией, то есть залог успеха это нужно быть в максимально безопасном пространстве для тебя, то есть, грубо говоря, сидеть дома, в хорошей квартире, ходить на процедуры, пить антибиотики и там делать примочки с солевым раствором, все остальное, там все антисептики, и он говорит, что не нужно рисковать, потому что это тоже могут быть ирританты для кожи, я не придерживалась этого, то есть у меня были все антисептики, которые я могла достать, вот, потому что солевые растворы, естественно, ну, сомневаюсь его, эффективность, он тоже сам, там, бетадин йод, и мне хотелось поскорее уже выздороветь, но я знаю, что большинство людей, они как бы слепо верят и идут по советам Джея, и в принципе, они тоже в конце своего пути доходят до чистой кожи, но, наверное, это немного дольше времени на них занимает. Сколько ушло на эту терапию денег? Интересно, потому что многие тоже хотят поехать, но немногим это по карману. Сколько стоит примерно терапия, сколько стоит примерно снять какой-то жилье, пища чистая, насколько можно рассчитывать, если кто-то поедет. И как я знаю, что терапия, как терапия в Таиланде, самая дешёвая, потому что есть всего три клиники. Это клиника в Сингапуре, клиника в Таиланде и клиника в Великобритании сделана девушками, которые прошли синдром отмены гормона. И, как я знаю, Джейм дал наставление, что делать, и они также проводят лечение, но оно стоит гораздо дороже, и проживание, конечно, в Великобритании стоит больших денег. И в Уэйтинг есть там тоже намного дольше. То есть, если в Таиланде он где-то полгода сейчас, то в ЮК он около одного года. По поводу стоимости. Одна процедура... Да, сколько на данный момент? Потому что это же может меняться, может повышаться цены. Когда ты была, сколько стоила процедура? Вообще стоимость процедуры зависит от времени. Время зависит от количества зон на теле. То есть, у меня это было где-то полтора часа, и стоимость моей процедуры была 80 долларов. Она делается один раз в неделю. Плюс там еще всем рекомендуется покупать серум, CGI-серум. Это единственное, что там используется на коже, так как предварительно перед тем, как там приехать талант, и пока ты проходишь процедуру, лучше придерживаться мощи вытроу, не наносить никакие иммоленты. Там все осталось покупать серум, и серум стоит, мне кажется, где-то 100, может быть, 110 долларов. Но я могу сказать за себя, что я серумом не пользовалась. Во-первых, потому что, когда я туда приехала, у меня была сильная инфекция, я купила этот серум, начала иммазать, и мне показалось, что благодаря нему инфекция еще больше разрасталась, потому что бактерии питаются с этого вещества. И просто я перестала им пользоваться. Но я знаю, что другие пациенты, они покупают, им очень нравится пользоваться этим серумом, они видят разницу. То есть это получается 80 долларов в неделю на процедуры. Что касается жилья, когда я туда приехала, я первоначально так и планировала, то есть снять жилье на Airbnb, а потом уже там, когда я буду общаться с местными, я что-то найду там по месту. И первый Airbnb мой стоил, я долго выбирала, мне хотелось хорошую квартиру, он стоил где-то тысячу, наверное, 1200 долларов, что дорого для Бангкока в месяц. А потом я уже переехала в квартиру, она была 5 минут от клиники, она стоила 400 долларов. И она была намного лучше, чем та квартира первоначальная, потому что мне кажется, что в старом фонде всё-таки уже всё такое старое, и уже ничего не фонит, и там действительно стало намного легче выздоравливать. Я увидела прогресс намного быстрее. И да, эту квартиру я нашла от другой девочки, которая уезжала домой, я просто take all of your apartment. Скажи, пожалуйста, насчёт вот этой девушки, там есть комьюнити, кто проходит с ДАВ-синдромом, ты общалась с людьми, кто приходит к джейлу и в таком же состоянии. Есть у тебя теперь связи, друзья, приятели оттуда? Да, конечно. Мне кажется, это одно из самых главных достоинств вот этой клиники, о том, что у тебя есть вот этот комьюнити, который тебя поддерживает. У нас есть групповой чат, многие люди приходят в клинику, остаются, там разговаривают о себе, дают какие-то советы, постоянно делим всё всем. Можно спросить любой вопрос даже. И там есть пациенты, которые не могут за собой ухаживать, и тогда можно написать в группу и попросить кого-нибудь прийти, не знаю, сделать лондрию, поднести, либо что-то такое, принести продукты. Потому что действительно, я вот так думаю, что если бы я была одна, я бы не смогла себя обслуживать первые два месяца, потому что я элементарно даже не могла там спуститься на лифте. То есть у меня был партнёр, который там ходил в магазин, готовил, убирался, потому что первое время действительно очень тяжело. И там есть такие люди, которые, к сожалению, по какой-то причине остались там одни, их родственники не могут им помочь. И вот тогда действительно другие пациенты приходят на помощь. И это так всегда. То есть любой вопрос, который у тебя есть, они постараются ответить, если их там коллективно найдут какие-то варианты, решения этой проблемы. Я, на самом деле, вот пока там ходила в клинику, я увидела очень грустно очень многих людей, которым очень-очень плохо. Там была девушка, которая пришла на первый сеанс, и она прям вся красная, везде всё течётся, кровится. У неё уже целый год было такое положение. Я увидела многих людей, которых я видела в ТикТоке. То есть, ну, это там какие-то люди, которых ты видишь на экране мобильного телефона, а тут ты их видишь в клинике, они реально, они там. И я вижу, как им, ну, становится лучше. То есть это, на самом деле, большая поддержка ментальная. Потому что, ну, я чувствовала себя в небольшой изоляции, всё это классно, здорово, когда мы общаемся, облайн друг друга поддерживаем. Но, согласись же, иногда не хватает вот именно так. Володина, ты всё понимает ещё, как ты себя чувствуешь в этом положении? Потому что многие думают, что, ах, это всего лишь кожа, это всего лишь что-то на коже. Нет, эта кожа горит, эта кожа болит, трескается. Ты иногда не можешь просто повернуться в одну сторону, потому что у тебя всё засохло, либо всё горит. И да, люди, которые просто не знают, что это такое, они не могут это понять, не могут войти в нашу шкуру, да, как говорится. Поэтому это самое лучшее, что есть вот это вот комьюнити, которое тебя поддерживает и, как сказать, даёт силу, особенно если ты видишь тех, кто выздоровел, что это не бесконечно, что ты тоже выздоровеешь и выйдешь из этого. Скажи, пожалуйста, в клинику можно ли приезжать, когда активная стадия синдрома отмены гормона, когда идёт Red Skin синдром, либо нужно через какое-то время приезжать, когда вот эта вот краснота должна спасть. Ты знаешь такую информацию? Да. Вообще, Джей говорит, что нужно приезжать как минимум три месяца после последнего нанесения стероидов. Для некоторых это уже время, когда активная фаза спала, для некоторых наоборот. Терапия будет эффективна, даже если у тебя есть воспаление, но она, возможно, будет менее эффективна, потому что в этот момент какие-то ретанки на тебя воздействуют. Но в любом случае ты можешь делать эту терапию, просто нужно больше внимания уделять причинам твоего воспаления. Я знаю, что у некоторых людей и в Бангкоке случается обострение. У нас была девочка, у которой всё было чудесно, у неё был синдром, но у неё была хорошая кожа. И потом у неё что-то стригерило, и она опять вернулась в это состояние, когда красный сокровец, бесконтрольный зуд, но она продолжает лечение. Потому что даже Джей говорит, он рисует такую диаграмму, как твоя кожа будет восстанавливаться. То есть сначала вот так, потом затухают вот эти колебания, и постепенно ты выходишь на нормальную кожу. Но как минимум три месяца с момента последнего нанесения стероидов и ещё нужно где-то месяц после того, если ты переймал какие-то иммуносупрессанты. Я хотела спросить, принимает ли он, когда человек находится на иммуносупрессантах, либо ты должен вообще быть чистый, без любых пероральных супрессантов. Он мне написал в имейле, что должно пройти как минимум месяц с момента приёма. Но я знаю, что там есть пациенты, которые бросали там тот же самый сальглоспорин в момент их приезда в Бангкок. То есть желательно, чтобы отказаться до, но можно и в момент как бы, но не в течение терапии. То есть их нельзя принимать, когда ты делаешь терапию. А что-нибудь Джей говорит о том, насколько вообще кожа атрофирована и через сколько она может вообще восстановиться? Что на это влияет? Есть ли какие-то промежутки? Например, доктор Марвин Раппопорт говорит, что исцеление примерно от 3 до 5 лет. Примерно идёт синдром. Что говорит Джей на это? Сколько времени можно? Ускорит ли капотерапия прохождение вообще синдрома? Ну, по поводу сроков прохождения этой синдрома. То есть перед тем, как я пришла на первую консультацию, мне нужно было посчитать, сколько я мази использовала. У меня вышло 240 грамм сильного стероида. И потом, при помощи формул, которую можно найти на сайте Decoding Topical Steroids Withdrawal, мы считаем наш синдром отменный. Многим эти цифры очень не нравятся, потому что они могут быть 30 лет, 50 лет. У меня вышло 6 лет. У меня вышло 6 лет. Я не знаю, насколько это точно, но эту формулу вывел сам Джей, потому что девушка, которая написала этот сайт, все материалы, это его пациентка. То есть они когда-то познакомились, и к моменту, когда они познакомились, она уже 8 лет проходила синдром, и ей было все еще плохо. И тогда он сделал ей вот эту терапию, КАП, она, кстати, открыла клинику в UK, и ей стало намного лучше. Но, судя по этой формуле, у меня было 6 лет, и КАП-терапия ускоряет процесс регенерации кожи в 5 раз. То есть она в 5 раз может сократить прохождение синдрома, и это так называемое stage 1. То есть, например, stage 1 – это 6 лет, когда у тебя кожа максимально восприимчива как всем триггером, и вот 6 лет там потребуется для того, чтобы восстановить толщину кожного покрова, вот этот кожный барьер обратно на 100%. А потом там уже другие какие-то… Ну, это все можно на сайте прочитать, уже другие сайте, когда кожа все еще восприимчива, но она уже более устойчива, и тогда более толстая. Проблема в кортикостероидах, что они нам атрофировали кожу не только в эпидермисе, но и в дермии, и обычным глазом это не видно даже. Можно зайти на сайт доктора Фукая, он тоже писал очень много о синдроме отмена гормона, и он как раз сделал биопсию людям, кто до кортикостероидов, ну, то есть кто в момент кортикостероидов, после двух месяцев, после трех, и там можно посмотреть, насколько эпидермис внутри атрофирован, и сколько надо времени именно для того, чтобы этот эпидермис начал нарастать обратно. И это очень долгое время, потому что сам кортикостероид влияет на фибробласты наши, которые производят коллаген, замедляют их, разрушают нашу кожу, и как следствие у нас кожа атрофированная, тонкая, как пергамент. Даже если на кортикостероидах это не видно, но когда ты это отменяешь, вот это вот все у нас происходит. И, кстати, вот тут был вопрос насчет того, что сукровица — это равно инфекция. Нет, сукровица не равно инфекция. Особенно в первый месяц, когда вы перестаете пользоваться кортикостероидом, если у вас уже есть зависимость, а когда вы пользовались кортикостероидом, ваши сосуды сужались. Оно действует, кортикостероид действует как вазоконстриктор. Когда вы прекращаете пользоваться кортикостероидами, ваши сосуды расширяются, а так как кожа тонкая у вас атрофированная, сосуды расширяются. плазма просто вытекает из вашей кожи и его становится видно это плазма но также например при атопическом дерматите сукровица это очень часто что это инфекция при синдроме отмены гормонов тоже очень часто присоединяются инфекции это тоже нужно различать обычно при инфекции у вас становится желтые корочки расскажи пожалуйста как ты например видела что у тебя таки присоединилась эта инфекция были у тебя вот эти вот желтые кристаллические корочки но у меня два раза была инфекция вот первый раз в июле у меня там уже были классические симптомы желтые корки но не было плохого запаха вот я сдала анализ и он пришел положительно на стафилокок а потом инфекция прошла я увидел что моя сукровица она стала такой белой прозрачной жидкостью и потом я так понимаю мне опять в какой-то момент просоединилась инфекция но она уже была не такая очевидная то есть у меня под кожей будто бы были такие гнойнички то есть это была такая была тонкая пленка и под ней такая серая жидкость один дерматолог мне сказал что это из-за сильного воспаления я сейчас я естественно забыла как эта жидкость называется я где-то в чате писала и она меня успокоила что это не инфекция но когда я приехал в клинику и джейн у меня посмотрел и он сказал что это с бактерия инфекция то есть у меня на тот момент не было желтых корок но у меня была вот эта какая-то серая спангиоз вот это называется спангиоз такая серая жидкость была везде там на глазах на болячках где-то на шее она у меня была на сосках на ногах и как только я начала пить антибиотики это жидко-серая превратилась опять желтые корки вот это уже это тоже когда я не знаю может так стафилокок умирает или что это но да вот у меня первый раз у меня были классические желтые корки а второй раз у меня будет это жесткое воспаление спангиоз и я чувствую что у меня эта корочка высыхает а под ней как будто вы знаешь такая структура нездоровой кожи там как будто что-то такое бугриста вот это тоже была инфекция и я могу сказать что да это не всегда очевидность кровица не равно инфекция и это нужно чтобы врач смотрел но даже несмотря на то что там врач может рассказать что нет инфекции нужно настоять на том чтобы сделали скинслов и не который 40 минут там они выращивают на среде я тоже хочу сказать что многие например ходит синдром отмены но так как врачи не верят не верят синдром и тогда люди вообще перестают ходить к врачам но очень важно хотя бы заиметь в себе в компанию терапевта либо кого-то из врачей даже если они не верят синдром проходить если что-то вас беспокоит чтобы этот врач смотрел вас на инфекции особенно это очень легко делать каких-то русскоязычных странах когда ты можешь просто прийти в лабораторию и все-таки сдать эти тесты для нас это особенно в европе очень тяжело так как врач тут у нас бог получается через терапевта ты только приходишь дерматологу либо терапевт будет тебе говорить сдать тебе либо не сдать этот анализ и конечно лучше настаивать чтобы вам все-таки брали анализы как на стрелокок так очень часто если кто-то на иммуносупрессорах при синдроме отмены гормона очень часто грибок очень часто малосезия очень сложно да я в чат к нам добавляла как раз видео и про малосезию как просто со скобом и его не вырастешь надо на специальных средах выращивать его чтобы увидеть что она вообще есть и в чате у меня кто добавится вы можете увидеть эту информацию насчет того что кто-то к нам хочет в чат прийти я вам вышлю ссылку сначала я вам вышлю ссылку на общую информацию чтобы вы ее изучили потому что многие приходят с атопическим дерматитом что у нас не атопический дерматит и все что подходит к атопическому дерматиту не подходит к синдром отмены гормона например смазывание эмалентами может так ухудшить кожу и сделать из нее слоной кожи либо харден скин саша ты первая кто написал вообще что это возможно я даже не представляла что эмалентами при синдроме отмены гормона так пользоваться и я тоже не пользовалась вся краснела расскажи пожалуйста что ты знаешь о харден скин до того как я поехал в клинику я в основном читаю англоязычные формы и цена группа поддержки в фейсбуке где многие люди пишут о том что эмаленты ухудшают а вызывают еще больше обострение покраснение кожи что в конечном итоге это может привлечь к утолщению кожи что кстати я могу сказать что я немного на себя начала замечать потому что самом начале своего синдрома молодой человек не мазал эмалентами хотя у меня уже тогда было сомнение о том что это стоит делать но тем не менее мы мазали я начала замечать что у меня вот на складках начала как будто бы такая толстая кожа происходить и я вот где-то наверное с августа по получается по февраль я вообще не пользовалась эмалентами сначала конечно сложно кожа такая трется резко нельзя там повернуться то есть ты чувствуешь вот этот дискомфорт но потом ты привыкаешь к этому я знаю что не все не всем это подходит но первым не подошло и когда я приехала в клинику вот у нас была первая консультация с джейом а я знала что они против настроены отрицательно к увлажняющим кремам и он мне показал несколько профилев его пациентов там был парень который 6 раз в день мазал вот эмалентами все у него было настолько вот это вот толстая слоновья кожа и джей сказал что с этим даже сложнее работать нежели чем просто синдром то есть он например сможет там где-то на 70 процентов уменьшить эту кожу вот это вот этот толстый слой но не сможет на сто процентов обратно вернуть эластичность и что это происходит из-за нанесение эмалента на воспаленную кожу и потом вот этого расчесывания неконтролируемого что вот это одно из последствий синдрома отмена гормона кап терапия с этим помогает но она не всегда может помочь на сто процентов да тоже слышала такое объяснение хардин скин когда мы наносим на воспаленную кожу этот эмалент наша кожа такая тонкая такая тонкая что когда эмалент проникает в нашу атрофированную кожу кожа это воспринимает как эритант раздражители хочет защититься и этим самым образует защитную тупую вот не знаю как сказать слой кожи керана такие раноциты образуются толстые чтобы эмалент больше не проникал она сама себя защищает и кричит вам когда у вас красивая кожа и вы наносите эмалент и этот эмалент щипит как ты рассказывала что ты бегала от этого эмалента красного кожа говорит что это не надо делать я тоже совершала эту ошибку тоже смазывала эмаленты потому что дерматологи говорят мажьте 6 раз в день можете но это не атопический дерматит и кстати даже если это атопический дерматит что говорят дерматологи они всегда говорят если у вас воспаление вы сначала смазываете это воспаление ортикостылоидом и не наносить эмалент на вот эту раздраженную кожу только после того как ваша кожа успокоится воспаление пройдет вы можете начинать наносить эмалент то есть даже дерматологи это подтверждают что на красную горящую кожу эмалент противопоказан будет щипать и он больше будет раздражение вызывать также будет питать вот эту флору который у нас на этой коже так что это даже с двух сторон как и синдром отмены гормона так и вот часть терапии при этапическом дерматите при раздраженной кожи нельзя носить эмалент я помню когда я пришла к дерматологу в августе у меня была инфекция я сказала что я вообще никаким эмалентом не мажется нами просто посмеялся просто как ты должна отмазать три раза в день я хочу чтобы ты мазалась и считала мне там жирный вот этот аквафор чтобы я его везде мазала да то есть вообще человек не слушал мои причины по которым я стараюсь это делать ну прекратить поэтому в клинике когда я приехала в клинику и я услышала все что я хотела услышать но по крайней мере меня там послушали и мне сказали что вот вот эти пациенты там вот так вот делали вот смотри какие они сейчас там то есть дали какие-то общие рекомендации которым я следовала и я тоже в конце концов увидела этот результат я тоже когда-то мне вот это скинула в чат про харден скин когда не могла поверить что вообще такое возможно как может быть такая кожа и потом я начала смотреть свои фотографии год назад когда я не принимала не дубик сент не циклоспорин ждала ренвок когда мне одобрят 6 месяцев я была без иммуносупрессора то есть сама по себе и я смазывала как раз эмалентами свой лицо и как раз у меня была вот эта вот кожа и как раз вот так вот ее двигала и она у меня была как будто кожаный диван то есть даже я это испытывала на себе и я еще думала почему не все отрывается и под не под этими шелушинками такая кожа странная как будто вот застывшие застывшие кожаный диван застывшие вот так я бы сказала ледер скин харден скин даже на себе вспоминаю что у меня это было чтобы ты саша пожелала наш людям с атопическим дерматитом пациентам как ты думаешь стоит ли им продолжать наносить гормональной мази либо наносить но знать что вообще существует такой синдром отмененной гормоны какой бы ты совет дала тем кто еще не в синдроме то есть просто используют гормональную мазь и думают что это и есть лечение атопического дерматита это кстати мне очень знаком у меня есть двоюродный брат и мы вместе в детстве выросли оба атопики и например в одно и то же время прописали адвантан только я им редко мазалась а он им мажется каждый день и когда я со мной такое случилось я сразу же о нем подумала и сразу же ему написала что смотри там я три месяца мазалась вот это мое лицо так сейчас выглядит он такой да правда я вот каждый раз после души нахожу и как эмолентом мажутся вот эти гормональные мази у него с руками проблемы и да наверно что-то не так я как бы с ним общаюсь прошло уже сколько там почти 10 месяцев он тоже самое делает я считаю что мы все взрослые люди мы должны быть должны понимать каких по каким последствиям это может привести что возможно тебе сейчас гормоны помогают а завтра гормоны перестанут помогать и ты уже будешь синдроме несмотря на то что ты все еще наносишь эту мазь и я считаю что нужно чтобы люди были предупреждены на каждый сам для себя делает выбор то есть я бы порекомендовала бросить либо постепенно уменьшить дозировку а для того чтобы в будущем уже быть свободным да ты будешь мучиться но в конце концов это же все-таки твое здоровье это влияет не только на твою кожу но и на уровень гормонов кортизола в твоей крови что впоследствии может строгерить другие проблемы то есть это я думаю что комплексно нужно комплексно рассматривать но я знаю что многие очень скептически многие не любят когда им говорят что нужно делать я считаю что нам нужно и вот спасибо за твою деятельность за то что ты резина wellness что теперь многие знают о том что такое синдром отмена гормона и по крайней мере люди знают о том что это может такое случиться и возможно не все задумываются возможно это будет там 20 процентов на даже эти 20 процентов и как бы ты им помогла а остальные я думаю потом периодически они потянутся к этому вот я бы дала и от тебя могу дать совет что терпение это наверное главный помощник в этом синдроме что не нужно сравнивать себя с другими людьми у нас всех абсолютно разная кожа разные организмы по разуму будем это проходить но нужно быть терпеливым нужно не терять надежду это обязательно закончится и да возможно будут ухудшения но потом обязательно будет улучшение и что в конце концов мы не все знаем зачем мы это проходим для того чтобы у нас была честная кожа для того чтобы мы больше не были зависимыми от этих кремов и до того чтобы просто жить нормальной жизнью читаю комментарии к видео половина у нас просто что-то советует советы мы извините не принимаем у нас синдром отмена гормона не атопический дерматит или экзема но вот есть такой вопрос мне интересно при но и мощи treatment наверное увлажнитель нельзя подразумевает ограничить всю влагу на коже это не только относится каким-то эмолентом но и количество воды принимаемого внутрь и количество воды на коже вопроса увлажнителя воздуха я читала нельзя я читала нельзя потому что это тоже кожа впитывает влагу а мы стараемся наоборот эту влагу себя чтобы было меньше меньше воспаление меньше вот этого отека именно про но и мощи treatment есть сайт там есть информация на русском языке вот японки одна пациентка из японии перевела не перевела сделал этот сайт которая лечилась у доктора сато японии и русский переводчик там перевел на русский язык всю эту информацию и я могу по окончанию дать ссылку на этот сайт и вы можете все это прочитать и также нашим чате синдроме синдром отмены гормона есть ссылка на этот сайт и вот эта вот женщина тупо ее зовут по-моему по-японски рассказывает что можно и что нельзя для очень жесткие ограничения но я многие и многие люди находят это полезно сделать более консервативный вариант может что-то же лучше ведро ты просто не наносишь никакие увлажнители и стараешься как можно меньше купаться получается так как ты делала нет даже душ говорит о том что каждый раз когда ты приходишь с улицы ты нужно сходить и тоже быстро смыться потому что на коже остаются эританты то есть один раз в сутки души на достаточно ну при иной мощи тритментом прям даже жестко все но и мой мощи тритмент вообще эта терапия сделан для того чтобы проходить ее в клинике под руководством врача который берет анализы если вдруг что-то с вами случилось то есть дома конечно проходить это еще то как сказать не искусство ну челлендж да что ты сам это проходишь я тоже делаю но и мощь от рима но мой тоже ограниченный тем что я все равно не носите именно и моменты потому что я вижу что это улучшая ситуацию краснота и как сказать вот это вот сокровица она засыхает и делает вот как раз вот болячки болячки и под ними заживает кожа например сегодня я умылась вот опять у меня красное лицо перед эфиром я помыла голову и и все заново пошло но все делают ошибки все делают проходит синдром отмены гормона так как могут я еще раз напоминаю что мы проходим синдром так как можем да есть какие-то определенные советы ошибки которые не надо совершать глядя на нас но все равно вы это делаете сами вы сами для себя получается решаете как лучше вам мы не медицинские работники мы не врачи мы просто показываем что с нами случилось как мы с этим справляемся мы не читаем никакие анализы не советуем никаких радикальных решений наоборот если вы найдете доктора который будет с вами стоять спиной с вами в этой борьбе мы будем очень рады которые будут люди которые будут вас сопровождать особенно с медицинским образованием я не вижу каких-то вопросов очень хотелось чтобы кап терапия была более доступной да очень бы хотелось на самом деле там проблема сертификации что эти аппараты не прошли сертификацию в америке и европе я не знаю как они попали некий и это очень дорого поэтому ближайшем будущем они не планируются как бы клинике открываться я знаю что кто-то хотел открыть нидерландах но они должны были открыть уже много месяцев назад не все еще не открылись но по поводу азии точно открывается клиника на бали семьяки хотят еще открыть клинику на филиппинах потому что по азии у них по моему этот процесс проще происходит и опять таки эта машина она доступна для покупки но только для пациентов клиники прошел как минимум 12 сеансов ты можешь пройти процесс обучения джей обучает этому купить эту машину она по моему стоит миллион бат сколько этом долларов не знаю это дорого потом ты на себя берешь риски провоза этой машины к себе в стране моя знакомая она улетела обратно в декабре она купила эту машину она ее привезла но с тех пор у ее очень сильно ухудшилась кожа вот то есть у нее было все хорошо в таиланде она полетела обратно домой в течение там трех дней резко пошло ухудшение я думаю что это из-за климата потому что ей джей сразу сказал о том что климат в гринландии слишком холодный он ей не подходит то есть многие люди принимают решение оставаться в азии на долгое время не столько потому что там есть терапия многие уже там один раз в месяц потом ходит когда они долго в клинике а просто потому что там очень много солнца там есть море и там все таки влажность воздуха большая намного легче разговаривали насчет этой капотерапии я вспомнила что капотерапия примерно обычная есть в клиниках и очень многое есть по по свету но не по миру но не заточенная на tsw синдром что говорят джей на счет этого чтобы этот люди можно ли пользоваться вот этой капотерапии которая есть косметологических клиниках вроде бы как похоже но что-то не то на самом деле здесь мнение разделяется джей тебе не скажет нет нельзя он скажет тебе что нужно быть очень осторожным во-первых потому что это проходит битвы салонов где куча иритантов а 48 часов после терапии наша кожа наиболее восприимчива ко всем возможным воздействием поэтому даже в тсw комьюнити там была девочка джоси да которая проходила там где-то в англии не в скин соло в другой клинике терапии и стало намного хуже вот это во первых что не приспособленное помещение для этого для нашей кожи это может быть очень плачевно а во вторых машина которую они используют это в основном это не то что нам нужно то есть в таиланде машина специально сделана разработана для того чтобы лечить кожу с атрофией бьюти клиниках возможно это там для морщин там для выработки чего-то того то есть возможно у вас не будет никакого эффекта но возможно что вам станет хуже поэтому лично я я бы не стала рисковать и ходить какие-то клиники где возможно тебе нанесут вред потому что я когда еще не поехал в таиланд я узнавала я жил в южной африке и я узнавала если у нас такие аппараты и оказывается что да есть там соседнем городе геоханнесбурге я готова была туда летать раз в неделю я скину свои фотки но они даже не стали на себя брать ответственность и сказали что sorry we can help you потому что это вам нужно к врачу а не в бьюти клинику это был их ответ спасибо за мнение потому что кто-то у нас тоже в счастье скидывал информацию что нужно наносить для кап терапии которые хотели которые хотели пойти в клинику что нужно наносить анестезию перед этим не должно быть больно у нас это вообще не инвазивная процедура такой металлической палочкой вводят по коже и максимум что ты чувствуешь это легкое тепло то есть ты абсолютно не чувствуешь никаких дискомфортных ощущений возможно это может триггерить на открытых ранах какой-то зуд но никаких там болезненных ощущений она не провоцирует это максимально такая мягкая терапия от которой на самом деле ты больше расслабляешься засыпаешь то есть я очень не знаю какой там должно быть воздействие для того чтобы наносить обезболивающий гель честно и точно и точно для нашей кожи такое не проводят особенно для нашей кожи спасибо саша за эфир спасибо что рассказала свой опыт желаю тебе всего самого наилучшего здоровья тебе здоровья твоей кожи я знаю это еще все равно в этой стадии прохождения до кожи не совсем еще той толщины иногда ее триггерит но я думаю что все получится что ты дойдешь до конца кожа восстановится и ты будешь наслаждаться жизнь уже не думая сильно о том где размазаться каким-то кремом не не быть зависимы от этого маленького тюбика адвантана что ты его забыл взять как это было у нас и на этом мы будем прощаться этот эфир мы сохраним и также его выставлю на ю тубе чтобы люди тоже видели что это такое что капотерапия и и задумались о том что независимы ли они от ортикостероидов на этом я прощаюсь всем пока